Новая Мурабталовская средняя школа Куиргазинского района отметила свой вековой юбилей. За эти годы труд нескольких поколений учителей вложен в учащихся. Некоторые вернулись в родную школу в качестве педагогов, другие добивались успеха уже в других областях – в искусстве, науке и литературе. Кстати, школа носит имя земляка, известного поэта Боязита Бигбая. Юбилей – это, конечно, великая дата. Сюда же накладывается еще не менее великая дата – 110 лет со дня рождения Боязита Бигбая, нашего великого поэта. Что сказать школе? Я бы хотел сказать, чтобы поток учеников никогда не иссякал, чтобы их становилось все больше и больше, потому что богатство школы – это ученики, это ее выпускники, это ее учителя, чтобы их становилось больше, чтобы они были лучше, чтобы они стали умнее, успешнее, красивше. Преподаватели, ученики и родители вместе писали богатую летопись родной школы. 28 сентября ветераны педагогического труда и выпускники разных лет встретились на юбилейных торжествах. Искренние поздравления и теплые пожелания звучали в этот день от коллег из других образовательных учреждений, представителей администрации. Пусть продолжаются ваши славные традиции. Ваши ученики на сегодняшний день всесторонне прославляют Куиргазинский район, деревню Мурапталова. И, конечно, будущие данной школы надежные. Цветы и благодарственные письма были вручены педагогам за многолетний труд и в связи с юбилеем. В подарок школе были преподнесены оргтехника и ценные книги. Выпускники новой Мурапталовской средней школы трудятся на благо родного района и в целом страны. И школа по праву может гордиться ими. История богата, а что касается сегодняшней жизни, школа продолжает славной традицией и живет активной жизнью. Образовательное учреждение воспитало великих людей – художников, писателей, научных деятелей. Новом Мурапталовцы гордятся достижениями выдающегося поэта Байзита Бикбая, композитора Газиза Альмухаметова и подвигами героя Советского Союза Мурата Кужакова. История длиной в сто лет. Прежний школьный музей уже не вмещал экспонаты. Поэтому при поддержке администрации района открыли второй, где есть информация о селе, о славных земляках, об участниках войны. Торжественное открытие состоялось в день празднования юбилея. Еще одно знаменательное событие в жизни школы – открытие автогородка. На территории образовательного учреждения появились дорожные знаки и разметки. Правила здесь уже начали изучать. Кроме этого, работу ведут юные инспектора дорожного движения. На праздники они поприветствовали почетных гостей. А педагоги обязались научить детей безопасному поведению на дорогах. Мы обязательно научим детей соблюдать все правила дорожного движения. Это я вам клянусь. Площадка оборудована при содействии депутата Государственной Думы Российской Федерации Зарифа Байгускарова. Зариф Загирович является куратором партийного проекта «Безопасные дороги». Он принял участие на открытии автогородка. Если мы такую работу будем проводить, если мы сохраним детей несколько жизней, несколько детей не получат увечья, значит мы работаем не зря. Также в этот день для гостей организовали экскурсию. Школа современная, светлая и уютная. Юбилей она встречает с большими успехами. Речь идет как о профессионализме педагогов, так и о победах учащихся. Это совместный труд учителя и ученика, говорит директор школы Гулькай Шамсуддинова. Кстати, она и сама является выпускницей данного образовательного учреждения. Очень гордимся своей школой, потому что сегодня мы отмечаем ее столетний юбилей. Конечно, этот юбилей мы встретили с новыми победами, с новыми успехами. Наши учащиеся стали призерами и победителями на районах, на республиканских олимпиадах, конкурсах. Одна из неколивых иллюзий даже завоевала первое место в всероссийском конкурсе по экологии древа жизни. Учители нашей школы стали финалистами районного конкурса «Учитель Куирказинского района-2019». Здания школы несколько раз менялись. Свидетельницей многих событий школьной жизни была учитель Фердаус Абукаева. Третья история школы написана при ее личном участии. Я с большим волнением пришла сегодня в школу, поскольку с ней связана вся моя жизнь. Мы, конечно, не учились в таких дворцах. Мы учились в маленькой школе, потом открыли второе здание. Сначала я училась сама, потом обучала детей. Когда построили третью школу, я ушла на пенсию. И, конечно, в таком вот дворце мы не трудились. Сегодня с таким волнением и радостью встретились с бывшими коллегами, нынешними учителями. Детей увидели. Очень красивое мероприятие. Школа дает образование, воспитание и даже порой любовь всей жизни. Почетный гражданин района Раиля Абдрашитов говорит, что супруга Фаизиоя Сибагатовны с первого класса учились вместе. А вскоре пара отметит уже бриллиантовую свадьбу. Сегодня для нас это очень большой праздник, поскольку мы эту школу закончили в 56-м году. Я в 46-м году в первый класс пошел. Мы с ней с первого класса по 10-й вместе учились в Фаузии. Сегодня мероприятие очень на хорошем уровне организовано. Очень много здесь приехали наши одноклассники тоже есть в школу, вместе учились в школе. Они вот приехали из Татарстана даже есть гости. Спасибо за такую организацию, что нам организовали такую встречу. Большое спасибо коллективу школы. Мы желаем успехов в воспитании молодого поколения. Я желаю такой новой хорошей школе, дай Бог, чтобы много было учеников, чтобы работа была для учителей, чтобы эта школа расцвела. Праздничные мероприятия продолжились в сельском доме культуры. Здесь состоялось вручение премии имени Боязита Бигбаи в области искусств. Премия учреждена в целях увековечения памяти выдающегося башкирского поэта, заслуженного деятеля искусств БССР. Награды вручаются авторам ярких творческих работ. Один из лауреатов – общественный деятель, поэтесса Халида Алтынбаева. Приятно получать такую высокую награду и побывать в школе, где учился мой отец, говорит она. Я могу сказать, что с этой школой связана и судьба моей семьи. Отец одного года с Боязитом Бигбаи. Он в этой школе учился. Тогда она называлась «Школа колхозной молодёжи». В нашей деревне Вилькинеево он был первым секретарём комсомола. Его брат Зайнагабдин Мегранов тоже в этой школе учился. По окончании работал в первой ярмалаевской школе. Очень образованных людей вырастила школа. Среди награждённых – Ильшат Назмеев, учитель татарского языка и литературы школы-деревни Шабагиш. Я занимаюсь литературным социумом с детства и поэтому издал свои сборные создания. Пришёл с таким приподнятым настроением на этот праздник. Желаю школе и творческому коллективу новых побед, творческих взлётов и успехов. Теперь будет больше вдохновения. Для творчества, говорит ещё один лауреат Менигуль Хисамова. «На этот праздник пришла с большим волнением, радостью, потому что в школе вековой юбилей. И в то же время со дня рождения Байзиты Бигбая исполняется 110 лет. Мне предложили премию имени Байзиты Бигбая. Конечно, я с радостью приняла эту награду. Надеюсь, продолжу свою творческую деятельность, сколько будет сил». Поздравил собравшийся глава администрации района Юлай Ильясов. И какой же юбилей без подарка. От района школа получит снегоочиститель. На торжествах прозвучало много тёплых пожеланий. В том числе от депутата Госдумы Российской Федерации Зарифа Байгускарова, депутата Государственного собрания Курултай Республики Розулей Хисматулиной, почётных жителей Куиргазинского района. За многолетний труд в сфере образования, работу по воспитанию детей, заслуженные награды, почётные грамоты, благодарственные письма и знаки отличия были вручены учителям. Праздничные мероприятия украсили концертные номера учащихся образовательного учреждения, творческих коллективов района и республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова